Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами FoxPro, и в этом видео я хотел бы рассказать о такой печальной новости, введения, в общем-то, авторских понятий, юридических там каких-то понятий Майнкрафтом, то есть Маянгом и Мажангом, не знаю как правильно, и в связи с этим был закрыт, к сожалению, Бакет. Поясню, что такое вообще Бакет, кто не знал, в общем, Бакет это ядро для серверов Майнкрафта, потому что, когда вы играете в Майнкрафт на сервере, то если там какие-то плагины стоят или там что-то еще, то это обязательно Бакет и ничто другое, потому что только на него можно вставить плагины, потому что чистый Майнкрафт сервер, на него нельзя вставить никакие плагины, то есть вошел, даже не регистрируешься, ничего, играешь. В общем, как я об этом узнал, вообще-то об этом русское сообщество мало кто что знает, вот, еще как бы не дошло до России, в общем, это сообщение, да и не всем это интересно. Почему, откуда я это взял, откуда я это нашел? Я пытался, как бы, ну, разработать плагин какой-то, да, посмотреть, что там да как, поинтересоваться. И я, конечно же, чтобы это проверить, решил скачать, ну, Крафт Бакет, версия 1.7.10, но при скачивании я увидел примерно что-то такое. Вот, заходим на Dale Bucket, это Development Bucket, то есть скачать версии Бакета. Ну, допустим, вот, 1.6.4, блин, да пофиг, какую версию, вот, допустим, нажимаем. И, конечно же, влезает такая ошибка. И здесь везде написано, в результате, dmsa, take down request. Ну, в общем, можете сами почитать, посмотреть. Собственно, почему, что, где, когда, спросите вы. В общем, вот, когда я все же нашел это дело, я решил разобраться, что здесь, как. И после того, как я нашел на Bucket Forum, я посмотрел, а именно увидел вот этот пост. Вот эта вот надпись назначает, типа, время, чтобы сказать. Пожалуйста, прочитайте больше информации, больше информации. Здесь вы узнаете больше информации. И открываем. Здесь написано, что 3 года спустя мы закрываемся. В общем, вы можете точнее почитать об этом, ну, типа, лирическое отступление, прощание со всеми. В общем, пакет закрывается. И все же, из-за чего это все? Недавно Маянг ввела такую, как сказать, такое понятие, как ЕУЛА. Она присоединилась. Это, в общем, можете почитать точнее. Вот если в гугле просто набить, секундочку, извиняюсь, ЕУЛА, просто. Ну, или вот Википедия, допустим, да. То есть это пользовательское соглашение между владельцем компьютерной программы и пользователем ее копий. Вот здесь различные обычные использования, ну, в общем, вы можете здесь точнее почитать. Это еще не доделано ничего, вот. И, в общем, в связи с этим, я вам сейчас скажу, что сделала Маянг, какое сообщение, отправили мне бакет. Вот опять же я сейчас зайду на DL Bucket, ну, потому что мне нужно туда зайти. Зайти сюда, и вот здесь линк. Здесь написано, что от Wesley Wolf отправлено, как бы, сообщение о том, что, короче, они нарушают авторские права, и, как бы, нарушители используют такое, такое программное обеспечение, как Craft Bucket. Здесь, как бы, поточнее можно почитать, что, где, почем. Здесь написаны, которые, ссылки, которые, как бы, ну, нарушают авторские права Craft Bucket. И, к сожалению, из-за этого бакет вынужден был закрыться, потому что они нарушают юридическое право Маянг, и из-за этого, как бы, на них могут подать заявку в суд. Ну, и суд, скорее всего, вынесет им очень большой, наверное, точно не знаю, штраф, как бы, ну, нужно будет оплатить большую сумму. Ну, они, вы сами знаете, все делают бесплатно, им деньги некуда, ну, нет, откуда брать, еще за хостинг платят, это вот все, как бы, инди, такой проект, можно сказать. Ну, и вот, то есть, конечно же, это, на самом деле, очень печально, потому что сейчас я предполагаю, что в ближайший месяц сервера, вот, Майнкрафт будет обновляться до, там, версии 1.9, да, но, сервера все равно останутся на версии 1.7.10, потому что, ну, не могут они обновляться, потому что не будет этого крампбакета. Ну, вы можете, конечно, и я тоже могу, как бы, вас успокоить тем, что есть очень много других разных ядер, которые, раз закрытие самого большого, популярного ядра, они будут тоже развиваться, и они будут, наверное, примерно такого же рода, но с ними тоже надо будет разбираться, и вообще, смогут ли они развиваться после введенных, как бы, мер по защите, как бы, авторских прав, там, или что они там защищают от пиратства, как-то защищаются, точно не могу сказать, сами почитайте. Вообще-то, как, я еще заметил про эту Иулу таким образом, что, когда я запускал сервер, он мне спросил, согласен ли я с лицензионным соглашением, что если согласен, то он должен там в файле кое-что поменять. И я погуглил немножко на каких-то там американских, английских, там, других разных форумах, что это, оказывается, вот на версии 1.7.10 уже, как бы, они спрашивают, типа, соглашение. То есть, в общем, короче, чтобы запустить свой сервер, понимая, получается, на крафтбакете нужно заплатить деньги, там, купить какую-то, в общем, какую-то вещь, которая разрешает вам создавать, или вообще разрешается ли на крафтбакете создавать сервер. Непонятно, я вам даже, в принципе, могу попробовать продемонстрировать это дело. Все, то есть, сейчас я в компьютере на рабочий стол нам нужно, и здесь я сейчас посмотрю. Извиняюсь, потому что, бука не совсем удобна, извиняюсь за тыкание на рекламу. Так, сейчас я вам попробую примерно показать, что здесь как, то есть, вот сервер, ну, тут вот различные, вот это Юла. Появилось после, я, после того, как я все же нашел последний крафтбакет, вот, Юла, то есть, вот, из-за настроек, в общем, тут вот нужно перейти на ссылку и почитать, что такое Юла. Я ссылку, скорее всего, оставлю в описании, чтобы вы могли ознакомиться. И вот здесь нужно поставить режим true, чтобы сервер заработал. Вот если мы поставим режим false, он как бы не заработает. То есть, вот, что я вам хотел показать. Это очень печально, я так полагаю, что получается сейчас, когда мы держим сервера на крафтбакете, это тоже может, я так понимаю, быть административной ответственностью. То есть, может быть штраф. Ну, я точно не могу вам сказать, но, в общем, такая вот печалька случилась, то есть, сейчас самое любимое наше ядро, самое хорошее вообще по Майнкрафту закрывается. Это очень печально. Я очень хорошо отношусь к этому форуму, как бы, сайты, эти разработчики, на самом деле, очень много изменили в истории Майнкрафта. Без них бы мы просто бы, намного бы меньше людей играло в Майнкрафт, это 100%. Ну, в общем, вот такие печальные новости. Ну, в общем, с вами был FoxClock, подписывайтесь, ставьте лайки. Такая вот печалька, в общем. Ознакомьтесь, грустите там, все такое. Ладно. Всем пока больше ничего не буду говорить.